Следующий автодом мы будем разбираться с Ильей Бондрев. Илья Бондрев, иди смотри и будем снимать этот процесс. Этот дом на колесах сделан и сам отдельно. Это сами люди сделали. Ну, сделали за 3 месяца. Сколько? 3 месяца. Всего лишь 3 месяца? А так хорошо. Ну, 450, что ли, где-то ушло. Самое дорогое это окна. А, это окна, потому что они караванеровские, да? Это пластиковые окна. Вы сегодня здесь ночевали? Ну, папа ночевал тут, да. А? Папа ночевал тут, да. Нет, а вы что не ночевали? Ты смотри, какой интересный стол. Можно сесть? Да. Класс. Илюха, вот это крутая тема. Да, вообще, ну... Смотри, как продумано интересно. И вот тут еще. Вау! Для чашечки кофе. Ну да. Класс. Шикарно. Стулья вы переделали тоже, правильно? Поворачивающие столы? Поворотные, да. Механисты поставили. А вы долго здесь жили? Ну... Смотри, какая верца. Там чуть больше месяцев. Илюха, ну как даже не закрыть? По Евросии 40 тысяч проехали. Офигенно. Километров. Ну, интересно, что фанеру даже гнули. Фанеру, смотрите. Ну да. Пытались, разогревали, видно. О, кстати, интересно сделана система. Считаю, вот за это можно только респект. Потому что реально я такой точно сделаю сам смогу. Я не знаю даже, что это. Температура же, правильно? Датчик температуры. Здесь стоят неавтоматы выключения. Возможно, там еще даже предохранители. Это хорошо сделано, потому что реально вот такой пульт будет стоить там 300-400 долларов. Ну да, ты из коробки делал. А этот из коробки сделал просто шикарнейший вот, ребята. То есть, ну, блин, прям респект, реально. Очень круто. Так, смотрите. У нас, я так понимаю, что здесь есть стол такой раздвижной. Это механизм, который... Могу вот сейчас на самом деле собрать. Где-то с этой стороны. Это с Лой Мерленом можно купить такой переходник. Микроволновка, вау! Микроволнов, когда работает. Круто. Крутяк. Так, я смотрю, вот тот холодильник на 12 вольт, компрессорный. Хороший, крутой холодильник. И газовый даже? Да. Шик. Либо газовый, либо это сейчас электричество, потому что тут электричество есть. Офигенно. Так, у нас есть мойка. Это уже кемперовская тема. Сколько бюджет вашего дома обошелся? Ну вот 450 где-то переделка. Это без машины? Без машины. Машина еще 750. Очень интересно, что сделана двуспальная типа кровать. И она еще двигается. У вас есть второй ярус. Ну. А, класс! То есть для четверых человек вообще. Офигенно. Так, ну вот честно, для своего автодома, что я бы очень хотел, это проточного типа котел газовый. Правильно ведь? Да, да, да. Все, он от пезы завелся, да? Да. И получается все. А туда внутрь, а для чего открытая система ТЭНов? Почему это так? Или просто это для проветривания? Или так должно быть? Для проветривания. Подожди, так у него трубы нету, когда он выходит, так ведь? Нет трубы. Блин, а где вы его купили? Ой, это я не знаю. Так, где бы твой папа? Мне нужна такая-то штука. Охрененно. Так, а дверца какая? Вау! Офигенно. Это тоже Суэмэрлен, наверное, такая дверь, да? Самолет. Супер. Вот дверь вообще шикарная. Смотри, как она заезжает. То есть мы можем видеть. Биотуалет кассетного типа. Поддон. Поддон. То есть можно душ принимать. Обалденно. Ты понял, какая тема? Нет, просто... Блин, ну как... А, ну вот дверцу чуть-чуть надо открыть. Это от Т-5. Все. И вот так. И сразу решен в моем автодоме проблема с перевозкой ребенка. Но оно никак не трансформируется в дополнительную кровать здесь, правильно Весь? Почему? Можно. Я вожу специальный каркас. Это две вот таких вот палки, которые тоже складываются на петлях внутрь. И вешаются вот на эти крючки. С той стороны. Здесь опирается вот на тот подлокотник. Здесь заодно они фиксируют... Но это не типа гаммокат. То есть именно как... Нет. Нет. Это кровать с матрасом, с нормальным. Матрас едет с этой стороны, точно такой же, как здесь. Вот. А когда мы ложимся спать, мы его просто один матрас кладем сюда, второй остается там. Ну, показывайте. Значит, лестница наверх, там можно все посмотреть. Слезай, посмотри. Вау! Сколько ватт? 200. Отлично. 200 ватт. Солнечная панель, друзья. Маркиза красавица такая. Ну, конечно, багажник просто вау-вау-вау, красота. Я не знаю, сколько вы дали за него денег, но он смотрится шикарно. Ну, значит, багажник был обошелся с учетом его переделки и перестройки 21 тысячу. Даже очень неплохо. То есть я его купил за пятнашку, но пришлось там вырезать под люки под него. Это бэушный багажник, он стоял на таком же бусине и был с лестницей. Но пришлось его дорабатывать. И самое главное, что это лестница. Вот я ее в Европу с собой не брал. Потому что мы обычно оставляем люк открытым, и чтобы не залезли, она съемная. Здесь вот два болта я откручиваю, она просто снимается на крючочках. Ага. А здесь у нас... Ну да, вот если так подумать, друзья, вы, наверное, даже не задумались, как можно забраться на этот бус? Это надо два человека, чтобы подтянуло, чтобы кто-то залез. Нет, теоретически можно, да, там, встать вот на эту перекладину, по которой петля ездит, дверь, там, что-то забраться, забираются. Но это надо стараться, а здесь уже готовая лестница, лестница не хочу. Да, 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 лестница. У вас, по-моему, еще один в холодильнике? Это морозилка. Ага. Морозилка. Так, а газ он что, получается, внутри стоит? Вот он здесь. А отдельно вентиляцию какую-то? Вот она сюда, и вот щели все снизу, все уходит. То есть она уходит? Да. Ну, вот он стоит, газовый баллон. Это на 25 литров там, получается, да? Нет, на 18. Окей. Отдельно морозилка. Здесь у нас, получается, бак с водой. И электричество. Аккумулятор. Это всего лишь аккумулятор. Здесь 100 ампер. Ну, это, получается, литиевый аккумулятор, да, уже стоит? Смотрю, маленький ботский. Это не литиевый, это гелевый. Так, хорошо. А вот инвертор на киловатт, который по системе 3 в 1. Значит, он зарядник, он бесперебойник, и он же еще инвертор на 1 киловатт. Да, вот что они делают, то есть резинки, если проклеивать, то есть дополнительно еще... Все это не очень помогает. Ну, на самом деле, двери я утяжелел, то есть они здесь, помимо того, что они все проклеены изнутри бесшумкой, они там еще хорошо утеплены. Двери стали очень тяжелые, вот если ты вот так сейчас потрогаешь... Ну, да, так что, она чувствуется, что... Вот, двери тяжелые, и за счет этого они все-таки чуть-чуть пролисают на пеке, и вот в этот момент цепляет вот эту резинку. Поэтому она обдирается. Но если вот ее вот так вот один раз закрыл уже, вот, то дальше уже старается... То есть вы уже здесь, получается, сняли полностью замок, да, и теперь уже он закрывается. Все заглушено, да, ну, изнутри. Кстати, мне кажется, это одна из альтернатив будет для спасения. То есть глушить как можно больше звонков, нет? Значит, смотри, тема такая, вот, например, на боковых дверях. Что они делают? Они не заморачиваются, они болгаркой вырезают здесь кусок и просто затягивают дверь. Нормально, тоже говоря. То есть, ну, вот, до такого доходит. У нас, конечно, ну, просто рука не поднимется. Да-да-да, там прямо жестко. Ну, стекло разобьет, там еще что-то. Ну, там не заморачиваются. Макс Суханов рассказывал про то, что делывают дырки легкий аккумулятор, всего лишь там у тебя проволока. Да. И просто фигачишь, открываешь его просто, и довольно очень быстро раскрывается. То есть надо правильно выбирать правильное место, так ведь? Надо выбирать страну правильно, в которой ты путешествуешь. Россия, ребята, только Россия. Это точно. Но, опять же, цельнометаллический он классен, то что там нету швов таких, правильно? То есть он... Цельнометаллический он хорош тем, что его легко утеплить. То есть ты поставил окна, все остальное ты утеплил. Если у тебя идет аквариум со стеклом, то утеплить его крайне сложно. И даже если ты его утеплишь, стекло все равно, за ним будет мостик холода, и там будет конденсат, и в общем... Не есть хорошо. Но есть караванеры, которые делают ошибки, берут... Потому что количество посадочных мест, может быть, не знаю, что они, почему тянули. Почему они берут именно тему стеклянных? Потому что стеклянные, это бывшие маршрутки, они отходили там 2-3 круга спидометра, и 120 тысяч у них там на спидометре, они дешевле гораздо, чем такие, и их продают дешево. Поэтому они хватают, делают там, вкладывают в них деньги, а потом через 2-3 года их выставляют на авито, пытаются продать. Ну да, да. И берут себе уже правильный путь. Ну, вот вы уже с опыта покатались, поездили. Что вы могли бы сказать, что не делать надо? То есть какие ошибки, да, что не делать, какие ошибки обычно совершают, помимо вот вы сейчас только что сказали... Ну, вот смотри, экономят на окнах. Я всем говорю, ребят... Сам лично экономлю. Ребят, вот можно поставить за 3 тысячи сюда вот это вот однослойное стеклянное окно. Да, оно будет смотреться как фирменное, но оно у вас будет промерзать, и по нему обязательно пойдет вот в межсезонье. Даже вот если сейчас такая погода, внутри отопитель работает, течет. Вот мы ездили в прошлом году в Казань, было плюс 4. Мы просыпаемся с утра, лобовое однослойное, с него 2 махрубых полотенца воды. Ничего себе, какой конденсат. Вы уже по документам его оформили, да? Да, по документам это специализированный дом на колесах. Почему я просил обязательно, чтобы было слово специализированный? Потому что у нас есть вводный кодекс, который говорит, что запрещается стоянка любого автотранспорта в береговой линии, там столько-то метров, за исключением специального. Какой вы лайффакер! Отлично! Вы на юристы не учились. Что это такое? Это труматик газовый, вот если мы сейчас его включим, он у нас включит фены, газовый фен, раздувка, и у нас будет поддерживаться здесь заданная температура, которую мы выставляем с помощью вот этой вот крутилки. А почему поставили труму, а не дизельный фен? Значит, смотри, когда я собирал вот этот вот автодом, это был 17-й год, китайцев тогда не было, были дизельные фены немецкие, которые стоили, ну, где-то приблизительно там 25 тысяч. Я взял за 30 бушную газовую, тоже как бы импортную, но поскольку у меня все равно на борту газ, и газ все-таки дешевле, чем любое топливо, да, жидкое, поэтому я остановился на газу. И еще, вот эти вот обогреватели, которые работают на дизельном топливе, у них хитрость такая, они потребляют сильно энергию в момент пуска. И еще, значит, когда температура достигает необходимого уровня, она у меня просто выключается, они не шумеют, совсем не работают, пока температура не упадет. Да, в тюрьмах это проблема. Те все время должны работать на каком-то минимуме, а когда они работают на нем минимуме, они засираются, их надо, потом надо прогонять их на северном, ну, в общем, есть некие сложности. Я бы остался просто китайский фен, все же за 200-230 долларов, но есть минус, он и гудит, то есть трума, конечно, покручена. Это неслышно совсем, то есть я с ней сплю, я неслышка отключилась, когда она выключилась, и меня на поле существует. Почему организовали двойное сидение спереди для пассажиров? Пять мест, здесь по-другому не решишься эту машину. То есть в документах вы прописывали пятиместных? Да, водитель плюс четыре. Круто. Расскажите, где взять такую интересную газовую колонку, где вы ее купили? Значит, колонка была куплена совершенно случайно, был собран автодом, мне на нем надо было выезжать в первую полестку. Последние дни буквально собирался покупать труматик бэушный за 90 тысяч долл, который греет воду и обогревает помещение. И у меня не было даже 90 тысяч на бэушный, чтобы купить его вот в эту полестку. Но надо было чем-то греет воду, поэтому смотрю на Алиэкспресс, вот эта колонка, стоимость ее была там 4 тысячи и, по-моему, там 500 рублей доставка. Я быстренько заказал, мне в течение недели ее привезли, я ее вот так вот поставил и уехал. И когда я, в общем, путешествовал там, я понял, что мне больше ничего не надо, все это меня устраивает. Угарный газ, все же нет, увы, флотного. Угарный газ есть, и поэтому обязательно в том помещении, в котором эта колонка возникает либо окно, либо лучше, чтобы это был верхний юг, потому что все-таки это все поднимается наверху. Если просто моешь руки, нет там сильного угарного газа, обязательно стоит датчик. СО2? СО2 наверху, да. И датчик утечки газа, который, баллонный газ, стоит внизу, контроль осуществляется постоянно. Так, ну давайте покажите вашу электронику. Тоже надо было вот именно в эту же подвеску ехать быстро. Зашел в Леруа, взял коробочку для крепежа за 25 рублей. Вот, хотел сделать сюда какую-то стеклянную штучку, чтобы вот это все просвечивало. Ну вот, как сделал, так и сделал. Получилось вот так вот быстро. И пока работает, и меня все устраивает. И менять не собираешься. Мне кажется, в простоте и есть наше счастье. Потому что, когда ты заморачиваешься, сломался, пошел, что-то поменял и не паришься, правильно? А то, когда что-то отремонтируется, это правильная проблема. Водоснабжение. Какой идет насос? Значит, здесь немножко как бы не пожадничал, сразу купил хороший насос. Яхтенного типа получается, да? Яхтенного типа, да. Он специально для автодомов, тихий. За 114 евро, 11 литров в минуту. И он держит 3 атмосферы. Причем он их держит постоянно. И он нормально. Вот. То есть, я кран открыл, у меня пошла вода. Вот этот выключатель сделан для того, что если в баке кончилась вода, он будет все время трахтеть, потому что ему надо поднять до 3 атмосфер. Вот чтобы этого не было, я просто его краном отключаю, клапан выключатель выключаю, и он мне трахтится. Обшили тканью, это шикарно. Это такая хорошая идея, мне она очень нравится. Вот так я тоже воплощу у себя в доме на колесах. Весюлечки, смотрите, какие. Вот эти всякие, под тряпочку можно засунуть под веревочку. Просто шик. Класс, ну кровать вот эта, прямо, вообще мега. У меня стоит фиамовский бак, который на 90 литров. Это чистой воды? Это чистой воды. Я его изначально хотел поставить вот под это сидение. Я его временно поставил в корме, вывел там зеленую горловину. И он у меня там 4 года жил. Но вот планирую после Нового года заняться переделкой, поставить все-таки его сюда. Чем плоха заливка внутри машины? Ведь она у меня, как бы, открываешь дыр, там заливка, но чуть какая-то горка, где заезжаешь, у тебя полный бак, у тебя начинает из-за этого хрестать внутри объема машины. 80 литров пока сейчас есть, но поскольку бак, он должен, как коска, он у меня стоит на горку, горловина у него выходит не с верхней части, а чуть ближе, поэтому заливаются где-то 80. А как вас куда-то, где можно искать, наблюдать за вашими путешествиями? У меня свой канал на ютюбе Cetroem Voyage. Вот так вот он пишется, Cetroem Voyage. В инстаграме тоже Cetroem Voyage. И там есть постройка автодома вашего? Значит, на Drive 2 тоже есть постройка автодома. Самая моя большая проблема в том, что я решил, что неплохо бы снимать все это на видео через два года после постройки этого автодома. Хороший вариант. Когда я уже откатал всю Европу, 40 тысяч я накатал за два года, я понял, блин, надо сделать свой канал и снимать контент. И в какие-то догонки, там какой-то был материал, там что-то из него наклепал, первые видео, фактически это были рассказы о том, как я вот это все построил, но они показывают это все в жену. У вас не было краш в Европе? Были, конечно. Как вас очистили? Нас пытались очистить на парковке, на платной дороге, на заправке Shell вроде как-то, да? Стояли ночью, спали, значит, там три человека, два человека здесь. И я спал, я ничего не слышал. Дочка рассказывала, она спала, говорит, кто-то открыл заднюю дверь, причем просто вот открыл и заглянул. Я, говорит, встала, ну, видимо, она так встала, как эта паночка в фильме «Вечера на охоте ремли из Диканьки». Там испугались, сразу закрыли дверь, и все. Я, говорит, сначала подумал, говорит, что это ты, что вышел, обошел и заглянул. Вот, потом смотрю, говорит, ты дрыхнешь. Я выглянул туда, там уже никого нет. Мы как бы ездили всю Европу, дальше и в Рим поехали, и в Пизу, и в Миланевен я маркизу себе покупал. Когда приехали уже в Москву, я сижу, значит, смотрю уже видео какие-то, смотрю, какая вообще движуха, и Леша, канал «На ходу», рассказывает, как их грабанули, когда они возвращались из Италии во Францию. Я, блин. А он говорит, что просто вставили, повернули, и, значит, открыли дверь. Я, значит, там, время 11 часов, я там в трусах, бегаю к машине, вставляю ключ, у меня вся эта личинка выпадает, вот, вся полностью. То есть они, мы пол Европы проехали с открытой фактически той дверью, ее можно было в любую отвертку открыть, мы об этом не знали, я с пульта закрывал машину. Было ли в России какие-то такие ситуации? В России таких ситуаций не было, и я надеюсь, не будут, потому что у нас люди понимают, Европа чем вот они безнаказны? Ты не можешь его там как-нибудь достать в топор и как следует ему обухом по голове дать, потому что тебя посадят. У нас люди понимают, что если ты залез, тебе могут как следует повалять. Демократия. Да, и многие просто именно этого опасаются, а никаких там последствий законов. Вот, а потом у них там же много действительно вот этой шентропы, которая приехала туда, не имеет работы, даже не знают там французского языка и пытаются как-то выживать, им надо что-то кушать. У нас, слава богу, такого пока нет. Так, бус этот был изначально грузовой. Грузовой, на нем не было ни окон, ничего, значит, вот это все, тему я заказывал, и мне это все из каталога Франкана привозили. Зачем надо столько окон? Вот надо ли они? Ну, можно было бы обойтись без окон, в этом случае пришлось бы тогда ставить люки с вентиляторами и тратить на это электроэнергию. Если я стою где-то даже там вот в той же Черногории на берегу моря, но открываю со всех сторон на продув окна, у меня идет сквозной продув, мне как под тентом, мне не жарко, у меня нет духоты. Если мало окон, ты их не откроешь, и поэтому тебе надо что-то принудительно там качать. Какая минусовая температура была самая максимальная? Минус 15 пока. Комфортно как? Просто меньше не было в Москве, в России у нас вот за эти три года. Ну, а как трума справлялась? Справлялась. Единственное, что приходилось, вот все-таки дует по щели сзади дверей, как ее не утепляет. Пена полиэтилена у меня большой, ну типа туристического коврика, ставлю к этой стороне, и комфортно спать. Видите, очень круто продумано, что здесь сделана вешалка, она открывать ее, то есть в принципе, если сухая одежда, то почему нет, можно вешать? Если мокрая одежда, можно вот здесь такую же сделать и повесить сюда. Это круто. Подиум. Да, для чего? Все спрашивают, для чего нужен этот подиум? Ну, во-первых, когда ты сидишь вот здесь, да, если у тебя женщина, да, вот ей просто будет ноги не доставать, а почему будут ноги не доставать? Потому что это переднеприводная машина, в переднеприводной машине нет кардана, а раз у нее нет кардана, у нее высота кабины, где стоит коробка и двигатель, чуть выше, чем полугрузового отсека. Поэтому, в отличие от спринтеров, у которых вот здесь вот в полный рост можно встать только вот так вот, да, здесь можно стоять, и у тебя над головой еще остается место. Это плюс. Значит, но для того, чтобы сидеть на развороченном сидении, и упираться ногами в пол, именно для этого делается позиум, который можно заполнить различными девайсами. В частности, у меня там стоит обогреватель газовый, у меня там есть некая нычка от таможенников, вот, ну и там еще шансовый инструмент лежит, и вот здесь вот, вот эта вот длинная часть, она тоже поднимается, но сейчас есть здесь стол, а там длинные удочки лежат, вот все, что такое вот длинномерно, то есть на всю длину машин. Многие обивают машину вагонкой. Я считаю, что это не совсем правильно, поскольку между вагонкой и стенами есть какая-то там воздушная прослойка, в ней наверняка будет собираться какая-то влага, будет, не будет, это как бы уже другой вопрос. Ну, чтобы себе не думать об этом, я ушел от всех скрытых полостей, то есть у меня в машине по минимуму есть полостей, в которых есть воздух, но к ним нет доступа. Поэтому вот эти вот ниши сбоку сделаны не просто для того, чтобы закрыть здесь как бы все, а именно чтобы там разместить что-то, во-первых, как полочки, а во-вторых, чтобы воздух дышал, а те места, которые не закрыты нишами, я обивал, значит, бесшумкой вот этой вот на битумной основе, и после этого у меня идет вспененный полиэтилен, несколько слоев наклеивался там в зависимости от толщины, там он сантиметровый, где-то там два, где-то там пять слоев, и сверху вот этот вот материал, который называется искусственная замша. Почему он кажется мягким? Потому что у меня под него еще наклеен лист искусственного войлока, он такой плотный, полиэтилен вспененный, его можно по-хорошему там пальцем проткнуть, вот, а если сверху еще вот этот войлок, он более плотный материал, он и как бы и теплее, и мягче, и очень хорошо работает. Почему фанера? Почему фанера? Ну, во-первых, ДСП я посчитал, оно гораздо тяжелее использовать его в машине, но это, мне кажется, кощульство. Единственное ДСП, которое я использую, это все-таки вот столешница, купленная на обычном строительном рынке, которая, ну, лучше держит воду, да, то есть она, как фанера, там не скучивается и так далее, хотя можно было бы лягцем и лаком там пропитать, но не захотел возиться. А так все, фанера легкая, прочная, гораздо проще, чем какой-то там ДВП или ОСБ плита, я посчитал, что фанера вот в данном случае будет оптимальна по соотношению цена и качество. Многие используют в системе водоснабжения на холодную воду расширительный бак и говорят, что в этом случае у них насос работает реже, его на дольше хватит. Ребята, это абсолютная профанация, вот сколько насос через себя прокачал, столько он и прокачает. Да, у него может быть там включение чуть больше, но если у вас нормальный хороший насос, ему по барабану сколько там включений, он переживет все ваши включения, включая вас и следующего владельца. Если вы берете китайца, который грохочет, как сумасшедший, все равно у вас, вы его там раз включили, он может быть у вас не заработал, но в другой раз вы воду выключили, у вас он будет работать все равно. Поэтому я для себя решил, что водяной бак расширительный на холодную воду не нужен, по той причине, что я открыл воду, у меня бежит вода, шум воды заглушает шум насосом. Я выключил, у меня сразу перестало шуметь. Расширительный бак, он нужен для расширения. Холодная вода не расширяется, расширяется только горячая. Если у вас стоит бойлер и вы нагреваете воду, в этом случае вам нужен бак расширительной воды, но уже в цепочке горячей воды, в том месте, который уже идет после этого нагревателя, но не до. Если у вас нет горячей воды и нет бойлера, вам бак расширения не нужен. По этому дому я могу сказать такой, подведя итог, что очень комфортно и уютно в нем. Вы знаете, вот реально я такой моделирую, вспоминая свой дом и понимаю, что не хватает этого уюта. А здесь оно такое есть, прямо пришел, как и дома. Все так вроде бы мелочи такие сделаны, и они настолько продуманы, что вот как реально в заводском автодоме. То есть, вот здесь проделана такой вот, не знаю, выемка, тут выключателек, тут лампочка, тут полочка. И это очень, очень важно. Я считаю, что это вот и дает этот комфорт. Но по ширине, я так понимаю, что машина стоишь метр восемьдесят. У тебя сколько рост? Метр восемьдесят. Снимай тапки, ложись. Ну что, друзья? Ну что, я думал, должно быть метр восемьдесят. Метр восемьдесят девять. Да, нормально, кстати. Но главный вопрос, когда ты ложишься на живот, ты вытягиваешь носки, ну и голову. Ну, в принципе, все равно, то есть, нормально. То есть, мне, вы знаете, комфортно. Я что-то думал, что я упрусь, кстати. Вот круто, что сказать, круто. Но надо к этому привыкать. К верхней панели, а то все равно головой задел. Даже насоса не слышно. Вот я выключил, просто хороший насос. И включилась колонка, она нагревает уже сразу воду. То есть, здесь уже пойдет теплая вода сейчас. Вы используете также нагреватель, а также индукционную клипку. Значит, смотри, тема какая. Ты приезжаешь куда-то, где есть 220. Ну, в моем случае это крайне редко. Но сейчас меня предупредили, что здесь нельзя пользоваться газом. Хотя у меня, конечно, газовая колонка включается. Но на всякий случай я взял чайник, который у меня поддерживает температуру. И, в принципе, я его использую в дороге. То есть, когда я еду, мне надо вскипятить чай. Я ставлю его, наливаю сюда, пристегиваю вот сюда вот к этому месту. Он у меня здесь стоит. Жена всегда может нажать на кнопочку, налить чашечку на ходу. Вот. И он 600 ватт. То есть, это не чайник, который 2 киловатта быстро вскипел. Он медленно кипятит. Но у него есть функция, он поддерживает заданную температуру. Плюс я его разобрал и утеплил внутри. Он был просто там воздушный. Я поставил утеплитель, и он как термос сейчас у меня работает достаточно хорошо. Значит, это касаемо чайника. Дальше. Когда ты приезжаешь и стоишь днем на солнце на берегу, где-нибудь там в Черногории на берегу моря, то солнца у тебя вот дофига. И тебе его, в общем, девать-то некуда. И поэтому можно вот такую плиточку купить за полторы тысячи на Алиэкспресс, индукционная, которая два режима, 500 ватт и 1000 ватт. Ну, если тебе, значит, вот есть напряжение, ты включил 1000 ватт и работаешь. Если у тебя нет напряжения, ты включил 500 ватт, и киловаттный инвертор ее вполне нормально тянет. Круто. А аккумулятор у нас на сколько амперы? 100 ампер часов. 100 ампер часов. И батарея 200. Которая, с одной стороны, как галоша, значит, серебристая, а с другой черная. Когда летом я ставлю серебристым наружу, и она у меня отражает солнечные лучи, здесь становится прохладно. А зимой, наоборот, я ее ставлю серебристой стороной внутрь, и она сохраняет тепло, и плюс еще нагревается солнечными лучами. Еще один лайфхак от влазы, это круто. И для того, чтобы мне ее закрепить здесь, мне не нужно там никаких рейлингов, ничего. Мне достаточно просто использовать вот эти вот кнопочки, которые я пристегиваю вот сюда. И за козырьки я его заправил. И нормально. И все. Ребята, хочу дополнить. У нас идет движуха. Мы устраиваем фестивали самодельщиков. Для того, чтобы знать, когда проходит очередной фестиваль, вам необходимо зайти на сайт, созданный нами специально, который называется календарь-фест.ру. И там все мероприятия, включая вот это сегодняшнее, включая там до 2021 года, все уже прописано. Так что, ребята, заходите туда, будете знать, когда вам, куда приехать и какой интересной компании провести время. А вот теперь пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова